Добрый вечер! В эфире Веси Карачаева, Черкесия. В студии Руслан Жукаев. День туризма на выставке «Россия». Туристический и историко-культурный потенциал увидели гости на международной выставке в форуме «Россия». Новая партия гуманитарной помощи военнослужащим СВО. Отправка груза осуществлялась предприятием «Флора Кавказа». Ряд различных мероприятий пройдет в Карачаево-Черкесии в Год молодежи. Реализация программы «Молодая семья» обо всем рассказал министр Ибрагим Татартулов. И мастер художественного слова в Государственной филармонии прошел творческий вечер заслуженной артистки Карачаева-Черкесии Алифтины Артемовой. В рамках дня туризма на выставке «Россия» Карачаева-Черкесия показала свой туристический и историко-культурный потенциал. Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Туристический и историко-культурный потенциал – это все то, что не смогли бы увидеть гости в рамках дня туризма на международной выставке в форуме «Россия». На стенде нашей республики было по-настоящему весело, ярко, колоритно. Здесь каждый смог узнать много интересного из жизни нашего региона, познакомиться с природными и культурными достопримечательностями, погрузиться в атмосферу зажигательных национальных танцев и живой музыки. А также лично почувствовать теплоту одной из главных традиций – настоящее горское гостеприимство. Мы душевно по-кавказски встречали всех гостей, как это делает в нашей родной многонациональной Карачаева-Черкесии. Но наши гости не просто наблюдали за насыщенной программой, а принимали непосредственное участие в ней, а именно в мастер-классах по вышивке от дизайнера из Карачаева-Черкесии и обучению национальным танцам народов республики. После такого праздника у посетителя нашего стенда непременно возникнет желание приехать и вживую увидеть всю красоту нашей удивительной республики, отметил Рашид Тимрезов. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выразил слова соболезнований семьям погибших и их родным, близким, всем жителям Братской Республики и главе ЛНР Леониду Ивановичу. Напомним, что Луганской Народной Республике при ударе по пекарне в Лисичанске пострадало 28 человек. Республика Подробности у Али Баташева. Погрузка нескольких тонн гуманитарного груза проходит быстро и организованно. В закрытом кузове грузовой машины оказываются нужные для наших бойцов дизельные генераторы и печи, необходимое снаряжение и медикаменты, вода и продовольствие. Погрузку производят работники предприятия «Флора Кавказа», которая занимается доставкой гуманитарной помощи с момента начала спецоперации. Отправляем часто, но заявку дают сами ребята, которые там воюют, дают заявку комбан, согласовываясь с ребятами и мы выполняем. Мы взяли, как говорится, шефственно, это 17-я артиллерийская бригада, которая находится на передовой. К сегодняшнему дню, ребята, то, что заказали, это автономные печи для обогрева, это дизеля-генераторы, ну и продукты питания, часть которых у них не достает. И также теплые вещи, которые на сегодняшний день так необходимы. Груз собран и отправлен в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, председателя парламента Александра Иванова, секретаря районного отделения партии «Единая Россия» Азвета Лебаташева и многих других неравнодушных людей. Народу спасибо, они совместно с нами работают, мы согласовываем с ними, и они тоже мелкими партиями отправляют груз в СВО. Ну это же, вы понимаете, это же наша общая боль, общая задача. Если мы помогать не будем, они там в окопах, мы делаем одно общее дело. Мы должны сохранить великую нашу Россию. Это наше будущее, будущее нашего населения, будущее нашей молодежи. Благодаря работе штаба по оказанию помощи военнослужащим СВО у каждого жителя Карачаева-Черкесии есть возможность внести свой вклад в общее дело и оказать поддержку нашим воинам, участвующим в спецоперации. Сборы и отправка гуманитарной помощи проходят исключительно по заявкам военнослужащих, с которыми мы находимся на связи, говорят в Урубском районном штабе. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Урубский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok В Черкесии мокрый снег и дождь. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Порывы будут до 25 метров в секунду. Температура ночью 0,2, днем 4,6 выше нуля. С 17 февраля по 7 марта участковые комиссии Карачаева-Черкесии проведут адресное информирование избирателей. Избирателям расскажут о сроках, времени, местах, а также формах голосования на выборах президента России, в том числе с использованием специального мобильного приложения Inform Week. В проекте задействовано 249 участковых избирательных комиссий, около 1000 членов УИК. Пилотная версия проектов Карачаева-Черкесии была успешно опробирована в ходе проведения до выборов депутата Госдумы. В Карачаево-Черкесии нынешний год объявлен Годом молодежи, в рамках которого в регионе пройдут сотни массовых мероприятий. И немалая часть будет посвящена патриотическому воспитанию. Гостем нашей прямой линии стал руководитель Республиканского министерства по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. С ним побеседовала моя коллега Мадина Лайпанова. Поступившие от телезрителей вопросы касались самых разных тем. Подробности расскажет Артур Мхце. В 2024 объявленный президентом страны Годом семьи в Карачаево-Черкесии посвящен еще и молодежи. А это значит, что на различных площадках республики пройдут сотни несомненно запоминающихся мероприятий. Впрочем, ошибочно считать, что Республиканское министерство по делам молодежи занимается очень ограниченным кругом вопросов. Гость Мадина Лайпанова на прямой линии руководитель ведомства Ибрагим Татаркулов назвал более десятка различных направлений деятельности. Причем созданное чуть больше двух лет назад министерство семимильными шагами дошло до всероссийского признания своих заслуг. Министерство по делам молодежи Карачаева-Черкесской республики по итогам реализации деятельности в 2022 году федеральным агентством по делам молодежи России и администрацией президента Российской Федерации получило федеральную премию «Прорыв года России». Всем у вас, кстати, и поздравляем. Спасибо большое за самую лучшую динамику реализации государства молодежной политики. Если здесь говорить о цифрах, то это 580% повышения уровня эффективности государственной молодежной политики по системе ключевых показателей эффективности реализации в данной отрасли, которые определены, сформированы и по которым ежегодно оценивается и проводится аудит. Немалая часть вопросов от жителей Карачаева-Черкесии касались реализации программы «Молодая семья с предоставлением жилья». Как формируется очередь? Почему порой появляются разные данные о порядковом номере семьи на получение сертификата? Кроме того, какие варианты для трудоустройства есть у выпускников образовательных учреждений? Также была обсуждена тема патриотического воспитания и работы Центра «Авангард». Мы открыты. Звоните, приходите, в том числе и в неприемные дни. Я практически каждый день, уж точно с понедельника по субботу, с 8.40 плюс-минус до 9-10 вечера нахожусь на рабочем месте. Открыт, готов принять, рассмотреть ситуацию, выяснить все обстоятельства, проконсультировать по всем вопросам. Напомню, номер телефона 8 800 550 90 44. В прошлом году в Карачаево-Черкесии прошёл региональный фестиваль сельской молодёжи. Его организация была признана очень успешной. И вот в год молодёжи в посёлке Кавказском состоится аналогичный форум уже всероссийского масштаба. Об этом и многом другом, что запланировано на ближайшие 11 месяцев, расскажем в новостных выпусках. Артур МХЦ, Вести, Карачаево-Черкесия. Наполним музыкой сердца. Это название творческого вечера, мастера художественного слова, музыковета, сценариста, режиссёра-постановщика и заслуженной артистки Карачаево-Черкесии Алифтины Артёмовой. Юбилейный концерт состоялся в Государственной филармонии города Черкеска. Он стал настоящим праздником прекрасного настроения для каждого гостя. Альбина Ламкова продолжит тему. История творчества жизни заслуженной артистки Карачаева-Черкесии Алифтины Артёмовой богата талантливыми людьми. Живое эмоциональное выступление виновника торжества, её удивительная манера речи и творческое мастерство никого не оставили равнодушным. За 30 лет творчества в Государственной филармонии Черкеска она в полной мере реализовала свой неиссякаемый творческий потенциал. Мы не волнуемся и переживаем за кулисами, и подглядываем в щелочку занавеса, да тем интересно же посмотреть, какой зритель пришёл в зал, в каком количестве, какое у вас у зрителей сегодня настроение. Это очень важно. Счастье для Левтины Артёмовой видеть искренние улыбки и глаза зрителей. Конечно, и громкие аплодисменты, а ещё уважение коллег. За что бы ты ни бралась, ты это делаешь так, что сегодня можно говорить только доброе. Никто не собирается тебя на перец отпускать. Не думай об этом. Я просто хочу пожелать тебе успеха, творческих, а самое главное – здоровья. Чтобы вокруг тебя были такие же талантливые, добрые, отзывчивые. На сцене выступили все коллективы, с которыми работала Левтина Артёмова. Начиналось всё с клоунской группы «Ну и Ну». Выступление подарило гостям шутки, позитив и радость. Здравствуйте, дорогие зрители! И всё! И всё говорить не надо! И всё говорить не нужно! Я не договорила! Да я вам говорю! Плодами долголетней творческой деятельности Левтины Артёмовой было построено много музыкальных и литературных программ. Душа сцены – так говорят о ней коллеги. Это вот такой человек, который преподносит каждого исполнителя. Так она его поднимает, так она его возвышает, что после такого представления каждый исполнитель хочет выйти и дать, и выложиться на все 100%. Показать своё мастерство, своё искусство зрителям. О ней говорить очень много можно, потому что она работает у нас в разных направлениях и жанрах. Левтина Артёмова сочетает в себе творчество мастера художественного слова, музыковеда, сценариста, режиссёра-постановщика. Говорить о её талантах можно бесконечно, отмечают коллеги. Разные направления и жанры делают её неповторимой. Она тот человек, который освещает нашу жизнь, делает её насыщенной, интереснее и богаче. Ярким музыкальным подарком и массой позитивных эмоций стали концертные номера. Прозвучала живая классическая музыка. Это считается основным направлением Левтины Артёмовой. На юбилейном вечере были исполнены русские народные эстрадные песни, зажигательные танцы, а также стихи и проза в исполнении коллега-артиста в Государственной филармонии, где по сей день трудится и вносит неоценимый вклад в развитие профессионального искусства Левтина Артёмова. Альбина Ламкова, Михаак Аракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Склифосовский». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok